Девчонки, всем огромный привет и добро пожаловать в третью заключительную часть видео о покупках декоративной косметики. Так получилось, что в эту часть включены вообще мои все самые такие любимки, которые мне очень понравились. И также, кстати, помимо декоративной косметики, я вам покажу некоторые аксессуары для дома, которые я тоже купила. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. И первое, о чем я вам очень хочу рассказать, это были мои находки среди бюджетных тушей. Для меня туши это вообще больная тема, потому что я никогда не могу себе подобрать нормальную, и как из бюджетных марок, так и из более дорогих. Единственное, что из более дорогих я нашла для себя тушь, это Lancome Hypnos, которая мне хорошо подходит, а из бюджетных у меня пока, наверное, самая такая лучшая тушь, это была от Max Factor 2000 калорий. Когда я зашла на польский сайт, я обратила внимание на вот эту тушь, это польская марка Vipera. И на самом деле я почему-то не посмотрела, что у нее силиконовая кисточка, так бы я ее никогда не заказала, потому что у меня, у моих ресниц, точнее, все время конфликт с силиконовыми кисточками. Эта тушь называется Art & Science, и у нее, сейчас покажу какая щеточка, вот так выглядит ее щеточка, очень частые щетинки, что достаточно хорошо, потому что она не склеивает ресницы, а прокрашивает каждую ресничку. Я не заметила, чтобы она давала мне объем, но он мне в принципе не нужен, потому что у меня достаточно густые ресницы, мне не хватает длины. И очень часто бывает, что вы не можете, как бы, оценить длину своих ресниц, потому что кончики беленькие, ну и как бы они незаметны. Вот вы, бывает, красите тушью, да, и думаете, нифига себе, какая огромная длина ресницы, а когда смотришь, допустим, в зеркало, ну даже вы не можете предположить, что накрасив ресницы, они будут у вас такие длинные. Эта тушь мне как раз захватила вот эти светлые кончики, и честно говоря, я взглянула на свои ресницы совершенно с другой стороны, потому что мне всегда казалось, что они очень-очень коротенькие. И я удивилась, что она мне настолько подошла, имея вот силиконовую кисточку, она делает такие чудеса. Она очень стойкая, не осыпается в течение всего дня, можно ее наслаивать, делать 2-3 слоя, так что очень довольна и могу вам ее посоветовать. Следующая тушь, которая тоже стала для меня открытием, это тушь от Max Factor, 2000 калорий, но не в обычной упаковке, а вот такой с красной надписью. Она имеет изогнутую щеточку, и эта тушь, помимо того, что она дает длину, она дает тоже очень хороший объем и подкручивает ресницы. Вот так выглядит кисточка ее. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что здесь какой-то непонятный ограничитель. Я не знаю, может быть мне попалась бракованная тушь, и он остается там, но когда я достаю, на кисточке остается очень много туши, мне приходится ее здесь вытирать. В принципе, мне не сложно, но с эстетической точки зрения мне это не очень нравится, потому что весь тюбик пачкается, приходится его протирать. Но что касается свойств самой туши, то она мне очень даже устроилась за ее цену. Это, мне кажется, отличное соотношение цены и качества, потому что она и подкручивает, и дает объем, и тоже не осыпается в течение дня. И могу вам тоже с абсолютно спокойной душой ее посоветовать. Следующее, что я получила с польского сайта, это были две помады от Bourjois. Я вам говорила уже в предыдущем видео, что я их заказала. Это 11 оттенок поярче, и 10, это более натуральный оттенок. Могу сказать все то же самое, что я говорила про предыдущую помаду, по-моему, в пятом оттенке она у меня была, или в шестом, я точно не помню. Очень я довольна, и на польском сайте они мне обошлись на 4 евро дешевле, потому что здесь у нас они или 13,90 стоят, или 14,60, я точно не помню. Но даже с доставкой, с тем, что я оплачивала доставку, я заказывала много продуктов, эти помады мне обошлись дешевле. Как я уже говорила, меня устраивает в них все, и цветовая палитра, и стойкость, они никуда не растекаются. В течение очень долгого времени вы можете поправлять помаду, она подвижна, то есть губы у вас не застывают, например, как от помады Nuba. Я это все говорю, потому что я говорила в предыдущем видео, не знаю, все ли его смотрели, обязательно свочи оставлю здесь, и я думаю, что буду пополнять свою коллекцию именно вот этими помадами от Bourjois, потому что в последнее время я даже не особо стала пользоваться помадами MAC, а каждый день использую именно их. Далее, когда я зашла на польский сайт, я увидела там вот такую подводку Flamaster, марка эта называется Ingrid или Ingrid Cosmetics, точно не знаю, это тоже польская марка. И подводка называется No Limits Beauty, но я думаю, что вы понимаете, это значит, что вы подводку можете использовать там бесконечное количество раз. Не знаю, как насчет No Limits, но я использую ее две недели, и две недели она рисует шикарные вообще стрелки, не засыхает ничего, и у нее нет такой проблемы, что нарисовав стрелку на одном веке, вам нужно ждать, пока эта жидкость стечет на этот кончик, и чтобы нарисовать вторую стрелку. Честно вам вообще признаюсь, я когда вчера снимала видео про подводку, я тоже успела снять, но было не очень хорошее освещение, и когда я пошла мыться, ну каждый вечер, я принимаю душ, я как-то забыла вот потереть руку, и у меня до сих пор подводка держится. Я думаю, что если эти кадры попали в мою предыдущую съемку, то вы там увидите, я показывала, что я их стирала там, и с ними ничего не происходило, и вот они держатся до сих пор. Я считаю, что для подводки за сколько она там, 3-4 евро, по-моему, стоила, это ну просто нереальный эффект. Если вы вдруг начинающий стрелок, мне кажется, такая подводка будет вам как нельзя кстати. А в каком-то видео я говорила, что я нашла чудесную сушку, которая также по совместительству является топом, это марка Nail Ink, по-моему, так называется, Лондон. И я заказала ее, не могу вспомнить на каком сайте, но я обязательно оставлю ссылку, если еще где-то найду. Ну, честно говоря, это самая быстрая и самая лучшая сушка, которая у меня вообще была, и топовое покрытие, потому что с ней даже самые-самые капризные лаки держатся по 7, по 8, по 9 дней, в общем, сколько я захочу. И, как вы видите, я уже достаточно много ее использовала, потому что я очень часто перекрашиваю ногти, и обязательно буду покупать ее еще. Я название ее оставлю вот здесь. После ее нанесения ногти становятся как стальные, очень-очень крепкие, лак быстро засыхает. Действительно, через сколько здесь написано? По-моему, было 45 секунд написано, и действительно, через это время лак очень быстро застывает, и вы можете совершенно не беспокоиться о том, что если вы до чего-нибудь дотронетесь, он здесь смажется, либо что-то еще. Так что тоже могу всем вам ее посоветовать. Далее на Beauty Joint я заказала, как обычно, свой любимый клей Duo. Я уже его покупала, на самом деле, очень экономичный расход, то есть я покупала его год назад, и до сих пор у меня еще осталось его достаточное количество. Но так как сейчас грядут выпускные, там свадьбы разные, дни рождения, то этот клей мне, конечно, очень нужен, и чтобы не получилось так, что человек придет, а мне нечем будет наклеить ему ресницы, я решила взять про запас. Могу сказать, что я точно никогда не изменю этому клею, я очень много вариантов пробовала, и от Ardell, и от Kiss, и вообще разной марки, которые только могут быть, но, честно скажу, этот клей самый лучший. Он клеит ресницы просто намертво, и у вас не будет проблемы, что ресницы отклеятся в самый неподходящий момент. Он также очень легко отстает от ресниц, то есть если вы будете предельно аккуратны, то вы ресницы сможете использовать несколько раз. У меня был один клей, по-моему, от Ardell, такой, знаете, прозрачный, и в стеклянной баночке. Он очень сильно портил ресницы, не только мои, но и сами вот эти вот ресницы, я уже не могла их использовать, потому что клей было просто не отодрать. Вот с этим клеем проблем таких нет, да, он не слишком бюджетный, но я считаю, что это очень удачное вложение денег. Следующее, что я вам хочу показать, это тоже было с сайта Beauty Joint. Эту покупку я совершаю уже не первый раз, просто раньше я заказывала именно с официального сайта Elf. Это запеченные румяна, которые я использую в качестве хайлайтера. У меня они уже были, но однажды, когда я пришла и красила одну женщину, она у меня их заприметила, ей очень понравилось, я их просто подарила, потому что они стоят довольно бюджетно, мне было, в принципе, не жалко. Я могу сказать, что не надо никаких маков, бешбар маков, можно вот купить такие румяна, которые называются Pink Tasty, по-моему, если я не ошибаюсь. Я обязательно ссылку оставлю снизу, где они на Beauty Joint и где они на сайте Elf. Вам будет выгоднее, скорее всего, заказать на сайте Elf, потому что у них там фиксированная цена за доставку, на Beauty Joint вы платите по весу. Вот, что я могу сказать про этот хайлайтер, ну, точнее, про эти румяны, я буду называть хайлайтер, потому что, ну, для румяна, я сейчас вам покажу, ну, как можно это назвать румяным, если они практически белые. Совсем чуть-чуть имеет какой-то розоватый подтон, но, честно говоря, я даже не представляю, вот так они выглядят. На самом деле, как вам сказать, я ненавижу это словосочетание, там деликатное освещение, но я по-другому просто не могу описать. Очень натурально все это смотрится, ваше лицо не выглядит каким-то жирным, нездоровым. Я тестировала хайлайтер от MAC в магазине, который называется, по-моему, Soft and Gentle, и могу сказать, что, ну, ничем они просто не отличаются. Поэтому, девчонки, если вдруг вы хотите бюджетный, но очень качественный хайлайтер, то обратите внимание именно на вот этот, у меня был еще один. Я заказываю именно из раздела хайлайтеров, но, к сожалению, я куда-то его потеряла, и если у меня на телефоне еще остались свочи, я обязательно вставлю фотографии вот здесь, и вы сможете посмотреть. Я могу со всей уверенностью оба вам их посоветовать, и я считаю, что это тоже отличное соотношение цены и качества. Далее, что я вам хотела показать, вот если бы я показала вам вот так, что бы вы подумали, это такое. Вообще, это свечи, похожи на какие-то баночки с мазью, но на самом деле, по-моему, это соевые свечи безопасные. Я заказывала их с нашего эстонского интернет-магазина, но я уверена, что где-то их делают еще, потому что производство, производство, а, это Рига, Латвия, вот так вот. Это безопасные свечи, без всяких там разных примесей, и выглядят они вот так, я еще не жгла, потому что мне реально жалко, не хочу открывать и смотреть, чтобы там уже половина была. Я на самом деле открываю для того, чтобы просто как бы их понюхать. Эта свечка со вкусом шоколада, она реально пахнет самым настоящим шоколадом, никаким не химозным. И следующая свечка, которую я взяла, это с ароматом пачули. На самом деле, я не думаю, что у нее будет такой запах, мне, честно говоря, они очень нравятся, но поменяют какой-то освежитель воздуха. И Женя сказала, что ему нравятся такие ароматы, так что оставлю ему, пускай он жгет. И следующая свечка, которую я купила, я на самом деле люблю очень, марку Эйрвик и свечи, которые они делают, потому что, ну, очень приятный аромат. И, кстати, тоже нет такого химозного, хотя тут, наверное, одна сплошная химия, вредная в составе, которая, ну, не знаю, вредна для здоровья, поэтому я такие свечи зажигаю, может быть, минут на 15-20, чтобы аромат распространился. Дольше я, конечно, боюсь сжечь, если кто-то что-то об этом знает, то напишите. Ну, честно, ну, такой соблазн, потому что, действительно, они очень приятно пахнут. Эта свечка у нас вообще стоит, ну, в районе, может быть, 5 евро. Далее я заказала на Алиэкспресс вот такую записную книжку, ее захотел Женя. И мы заказывали синий цвет, но почему-то пришел черный. Ну, я уже не стала разбираться, потому что выглядит она тоже довольно хорошо. Как вы видите, такая морская тематика, его нужно как-то правильно замотать, сюда продеть вот эти вот шнурочки. Здесь вот такой якорь и также здесь вот такой штурвал. И вот здесь компас. Очень симпатичный, я показывала Жене фотографию, ему понравилось. Здесь вот такие странички состаренные. Так что он давно такой хотел, будет что-нибудь туда записывать. Если вам интересно, я обязательно ссылку оставлю снизу. Так что, вот, девчонки, это все, что я вам хотела сегодня показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. И увидимся в следующем видео. Пока! Следующая тушь, которая тоже стала моим открытием, это уже тушь от Мосфа. Следующая. И могу вам тоже... И я заказала ее... Не могу вспомнить на каком... Да блин! Вот, а еще одну свечку я взяла с ароматом пачули, по-моему, называется. Индийское пачули. Ну, честно говоря, индийское пачули. Я не знаю, как пачули, он... Пачули, она... Индийское пачули. Короче, индийское пачули. Ну, там, может, включаю. Включаю. До свидания. До свидания. До свидания.